Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Я рад всех приветствовать! Джамиля Искалиева, волонтер! Добрый вечер! И Казбек Кедокоев, представитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Северокавказского федерального округа. Здравствуйте! Добрый вечер! Вы знаете, мне очень хочется, чтобы сегодня вы поделились своими личными впечатлениями, своими личными эмоциями. Потому что любую информацию, которую ты хочешь сегодня узнать, познакомиться, можно найти на интернет-ресурсах. Мне уже хочется, чтобы вы лично рассказали о ваших знакомствах, может быть, о дружбе, которая завязалась, о впечатлениях. Ну и прежде всего, вопрос, наверное, к вам. Но в фестивале была представлена очень разная шерстная, скажу так, молодежь. И возраст был достаточно такой, вот амплитуда широкая. И это были волонтеры, студенты, это были представители культуры и спорта, это были представители некоммерческих организаций, молодые политики. В общем, самая-самая разная публика, кто вошел в делегацию Карачаево-Черкесии. Могу сказать, что наша молодежь очень активно себя проявила в рамках фестиваля, принимали участие в различных активностях, в программах. Ну а я, как руководитель делегации, могу сказать, что нам не было стыдно за нашу молодежь, а скорее наоборот. Вот превзошли все ожидания, то есть порой приходилось, знаете, так удерживать. Ребята, стойте, ребята, помните, мы представляем республику. А в некоторых даже моментах мы представляли всю страну, потому что не для всех иностранцев понятно, что такое Карачаево-Черкесия и где она находится. И для них мы были из Российской Федерации. Вот, и поэтому так иногда приходилось ребятам объяснять, что ребята, вы все бурные, вы все буйные, молодые, но... Головы горячие. Да, пожалуйста, да, сохраняйте хладнокровие в некоторых моментах. Каждый субъект Российской Федерации, ну, скажем так, подшествовал над определенным государством иностранным. Карачаево-Черкесской Республике в подшествии было отдана Исламская Республика Иран. То есть мы полностью сопровождали их пребывание в рамках фестиваля. Это оказание содействия в получении аккредитации, в размещении в гостиничных номерах, а также их питание. Ну, и различные такие бытовые вопросы, которые возникали в рамках их участия на фестивале. Могу сказать, что с этим вопросом делегация Карачаева-Черкесии справилась очень успешно, о чем соответствует оценка дирекции. То есть мы получили благодарности. В первый день прибытия из иранской делегации мы устроили культурное мероприятие, где торжества их встретили. Рассказали немного о нашей республике, представили наши такие титульные нации, где каждый представитель нации Карачаево-Черкесской Республики, Карачаевского, Ногайского, Черкесского, Абазинского и Русских народов, соответственно, поприветствовали их на национальных языках, немножечко рассказали. Им было это очень интересно, это было видно по их эмоциям, по тем активностям, которые они проявляли, по вопросам. И, в общем, мероприятие выдалось такое очень интересное, культурное, было приятно участвовать во всем этом. Чем-то удивили иранцев? Мы их удивили своими танцами национальными, своей культурной программой, своими угощениями, подарками, которые мы привезли специально отсюда из Карачаева-Черкесии на семейный фестиваль и торжественно вручили делегатам из Иранской Республики. Они были очень приятно удивлены, для них это действительно было неожиданностью. И, ну, я же говорю, еще ребята поделятся своими эмоциями, не хочу все брать на себя, да, они обязательно тоже расскажут о своих эмоциях. Ну, говоря о себе лично, эмоции наших подшефных, получается, делегатов были неописуемыми, на самом деле. Вопрос, который, наверное, волнует всех, все равно такого рода мероприятие, межнациональное, межгосударственное, но где-то, ну, наверное, предполагает некий страх за какие-то конфликты, да, которые могут возникнуть. Как иностранные гости, вот, относились, в принципе, к мероприятию, ну, и к его участникам, именно россиянам? Не создавались ли какие-то такого рода конфликтные ситуации, которые, ну, могли напрягать? Действительно, вы уверенно заметили, что любое, особенно такое масштабное мероприятие, несет за собой риски возникновения каких-то конфликтных ситуаций. Но я могу сказать, что, несмотря на какие-то выпады западных партнеров, скажем так, о том, что Россия это не дружественное государство, о том, что у нас небезопасно, если посетить Россию, то могут возникнуть какие-то проблемы и так далее, что вы можете пропасть без вести. В этой связи президент принял верное решение провести такой фестиваль именно у нас в России, где показать лично, на личном примере, показать иностранным гражданам, что такое Россия, показать ее многогранность, многонациональность, добрососедство, гостеприимство. Я могу сказать, что цель полностью была достигнута. Иностранцы, которые приехали, не то что конфликт, они были рады быть в России в диалоге с одним из иностранцев, на таком ломаном английском, мы с ним пообщались, и он мне сказал, вы знаете, я одновременно рад и опечален тем, что я пребываю на фестивале, но вопрос, почему же, он говорит, ну, радостно тому, что я, в принципе, на фестивале имею возможность знакомства, общаться, но опечален тем, что рано или поздно мне придется покинуть Россию. И действительно так, была еще такая картина, где бразилец, представитель бразильской делегации, сидит и на своем аккордеоне, баяне, играет Катюшу. То есть, да, он запевает, играет, на голове у него шапка-ушанка традиционный российский головной убор, а рядом сидит представитель, боюсь ошибиться, африканского континента, с какого-то государства, и держит, получится, флаг Российской Федерации, триколор с гербом, и также старается напевать мотивы Катюши. Вот этот момент, эта картина, она просто определяла, в принципе, весь фестиваль, то добрососедство, гостеприимство, которое, в принципе, есть в России. И иностранные делегаты были благодарны, просто были благодарны за такую возможность принимать участие, и они обещали вернуться обязательно еще в Россию и рассказать своим согражданам, как, на самом деле, хорошо в России все эти, значит, слова, которые звучат на просторах интернета, от коллективного Запада, все это, естественно, ложь и не соответствует абсолютно никакой действительности. Ой, Анаур, спасибо, слушаю, вот комок горло подкатывает, это гордость, вот, ребят, правда, гордость за страну, за всех, за нас, за вас. Джимиля, мне бы очень хотелось твои услышать впечатления, твои эмоции, потому что я вижу, ты девушка очень эмоциональная, ты студентка, да? Ты студентка, ты волонтер, и вот ты подавала заявочку на участие в фестивале, верно? Да, верно. Я проходила отбор, то есть он состоял из трех этапов, где нужно было сначала заполнить свое портфолио, затем написать эссе на определенную тему, и потом уже отправить видеовизитку. И пройдя весь отбор, я попала на Всемирный фестиваль молодежи. Обрадовалась? Конечно, это были неописуемые эмоции, то есть крик стоял на весь дом, крик радости. Ну, классно. Теперь давай об эмоциях от фестиваля, твои впечатления. Эмоции моря, на самом деле. Наверное, самые запоминающиеся были, это самые масштабные мероприятия, которые проводились в рамках Всемирного фестиваля, это был хоровод дружбы и шествие молодежи. Шествие молодежи — это вот ты участвуешь, ты видишь так много людей, так много представителей из разных стран, и только потом ты читаешь в интернете, какой масштаб действительно был. Потому что я участвовала в шествии молодежи, тут танцевали лесгинку, тут были танцы индейцев, там были индийские танцы. То есть настолько был разноплановый характер этого шествия, и потом в интернете читаешь, что там было 6 тысяч представителей молодежи. Ты просто думаешь, я была одной из участницей вот этого огромного мероприятия, я была той самой одной из 6 тысячи. Я действительно была в таком, я и во время всего этого шествия была в таком восторге. А когда я это еще узнала, вот эта масштабность, я думаю, это, наверное, происходит раз в жизни, это надо запомнить. То есть это было потрясающе. Все представители разных стран были в национальных одеждах, были со своими флагами, пели национальные песни. Это настолько запоминающееся было. У меня уже голова кружит представление просто. А со мной, когда ты там находишься, у тебя не то, что кружит, а ты просто как будто сон. Либо ты где-то в виртуальной реальности, либо сон какой-то, но ты не можешь представить, что ты здесь лично находишься. Это вот что-то нереальное на самом деле, эти эмоции, они неподдельные. Второе, наверное, то самое мероприятие, это, наверное, хоровод дружбы. На фоне играет наша Катюша, и все представители стран закрутили хоровод. Потом я только узнаю, что мы поставили мировой рекорд, это было 8 кругов, и представители 150 стран. То есть 150 человек водили хоровод? Нет, представители 150 стран. То есть подразумевало, что... 150 стран, да. Участников было гораздо больше. Я даже цифру эту не назову, но я была одной из них. Вы представляете, я со мной... А ты как была одета? Я была одета... Обычно. То есть национальный костюм никакой не удалось, да? К сожалению, нет. Это достаточно масштабная была территория, поэтому передвигаться достаточно было... Тяжеловато. Понятно. Да, но очень многие страны были в своих национальных одеждах. Это, с одной стороны, представитель Мозамбик был, с другой стороны, представитель Кипра. Я держусь с ними за руки и веду этот хоровод. И потом понимаю, что я была одной из представительницей России, Карачао-Черкесской республики. Я здесь. Я в моменте этом. Это вот действительно того стоило. Ой, как здорово. Я как будто бы вот от ваших рассказов, ребят, окунаюсь в эту атмосферу. Господи, какие же вы счастливые. Как же я вам завидую, хотя бы зависть плохое качество. Кстати, одно из самых запоминающихся, это, наверное, может банально прозвучать, но это были люди. Иностранные гости. Кстати, был один момент в самом начале фестиваля, когда приехала делегация с Ирана, и они не могли дойти до центра аккредитации. И они как раз-таки встретили нас и попросили о помощи. То есть мы им помогли, и в конце нам сказали такую фразу, которую я, наверное, запомню очень надолго. Они у нас спросили, а все ли россияне такие добродушные и гостеприимные? Я даже, честно сказать, в ступор немного вела, потому что это были такие слова, которые я даже не знала, что ответить на них. Я просто внутри, да, да, мы все такие, мы действительно такие. Мы все, не только мы, все мы, темы такие. Просто у меня был такой ступор от этих слов, и такое вот теплое чувство от этого, чувство гордости какой-то. Это было просто восхищение у меня вызвало эта фраза, я запомню ее очень надолго. И это не только представители Ирана, это представители многих иностранных делегаций, кого я только не встречала, насколько сильно они были, можно сказать, приятно удивлены тем, какие россияне на самом деле. То есть они были в приятном удивлении. Также один из таких запоминающих моментов, которые очень много представителей иностранных делегаций, и не только, а также представители регионов России, мне очень сильно удивило, были одеты в национальные костюмы, какая-то была национальная атрибутика, пока стояли в очередях, пелись национальные песни. То есть это было здорово. Нам раздавали в самом начале мерч, то есть с официальными логотипами, то есть одежда с официальным логотипом Всемирного фестиваля молодежи. И в качестве одной из раздатки это была шапка-ушанка. Она была трех цветов в качестве триколора Российской Федерации. И насколько я была поражена, когда иностранцы на протяжении всего времяпровождения на фестивале на них были головные уборы, шапки-ушанки. Насколько это вызывало чувство гордости, это не передать словами на самом деле. Ой, спасибо, спасибо за эмоции, за удивительные рассказы, твои впечатления. Казбек, ну я не знаю, чем вы меня еще сейчас можете удивить. Я не сегодня остаюсь. На самом деле, как отметил Азнаур, Карачаево-Черкесия славится своим братством. У нас многонациональная республика, и все титульные нации были представлены на фестивале очень достойно. С момента того, как мы сели в автобус, реально видя море улыбок вокруг, ты не можешь зарядиться ничем иным, как самой настоящей энергией, которая тебя толкает, и ты понимаешь, что ты едешь на фестиваль молодежи. Про сам фестиваль можно говорить бесконечно. Говорю же, Джамиля и Азнаур слишком много рассказали, но я припас для вас все-таки пару историй. Для меня, как для любителя спорта, было очень круто попасть на один из вечеров Лиги бокса профессиональной АБА, на котором я познакомился с, наверное, одним из самых главных координаторов спорта в России, в принципе, это Алексей Леонидович Сорокин. Также мы познакомились и пообщались с главным тренером по боксу России, это Фахрудинов Виктор Борисович. Был и Роман Власов, это двукратный олимпийский чемпион по греко-римской классической борьбе. И находясь на том мероприятии, на самом деле, которое посетили также и иностранные участники фестиваля, несмотря на то, что это был бокс, там был мордовой и так далее, царила тоже такая очень интересная дружеская атмосфера. После мероприятия все фоткались, знакомились и все вместе пошли дальше. В течение дня, наверное, как и на протяжении всего фестиваля, проходило очень много мероприятий. Это как и обсуждались темы многополярного мира, так и это гастрофестивали, на которых нам тоже посчастливилось побывать. Поэтому, если говорить о фестивале в целом, он оставил максимально положительные эмоции, зарядил так, чтобы мы шли, двигались, достигали новых побед. И вот на этом, наверное... На этом не заканчивается ничего. Не заканчивается. Правда, не заканчивается. Потому что, ну, как Джамиля сказала, вы такие счастливые, что стали участником такого вот мероприятия. Это на всю жизнь. Это вот сюда, да, и на всю жизнь. Это никогда не исчезнет из вашей памяти эти эмоции, эти лица. И какая-то гордость удивительная за страну. Вот я уже сказала, что я вам завидую. Вот верите, не молодости вашей я завидую, ребят, а вашим возможностям. Россия сегодня молодая. За вами будущее. За такими, как вы. Молодыми, умными, перспективными, умеющими выстраивать диалог, умеющими выстраивать отношения. И главное, вам свойственно понимание чего-то очень важного. Потому что за вами будущее. И наше, и ваших детей, и наших внуков. За вами будущее. Спасибо вам большое за встречу, за эти удивительные эмоции. И, вы знаете, сегодня 15 марта, начался первый день голосования. Он еще продлится завтра. Голосование продлится и послезавтра. Надеюсь, вы пойдете на голосование. И мы вместе с вами отдадим свои голоса за наше будущее, за будущее нашей страны, за будущее нашей России, за молодежь, которая сегодня такая классная, вот как вы. Спасибо вам большое. Вы знаете, сейчас в нашем эфире премьера одного небольшого телевизионного очерка о счастливой семье, которая прожила долгую счастливую жизнь. И всегда в этой семье была вера, надежда и любовь. Вот чего я вам от всей души желаю. Дорогие друзья, я напомню вам, что сегодня гостями нашей студии были члены большой делегации от Карачаева и Черкесской Республики, которые принимали участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Сейчас на нашем канале премьера телевизионного очерка «Счастье на двоих». Оставайтесь на канале России. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин